здравствуйте дорогие зрители приветствую вас на канале для филателистов и нумизматов римская оценка я недавно начал одну рубрику условно она отнесена к военной и политической истории запечатлены на почтовых марках в этой рубрике я показываю фил материалы которые являются современниками исторических событий считаю это важно почему если в сорок третьем году в 1943 например хорватия гордилась тем что воевала на стороне гитлеровцев прошлый ролик я рассказывал про марки хорватии вот где изобразили хорватский легион который воевал на стороне гитлера во время второй мировой войне так вот если в сорок третьем году хорватия гордилась тем что воевала на стороне гитлеровцев выпустив эту серию марок с блоками там где хорватские нацисты изображаются на азовском море под севастополем под ржевом на дону и под сталинградом вот то уже в 1993 году даже хорватия выпускает марку номер 256 по каталогу михель марка называется к 50 годовщине восстания хорватии хорватских солдат вильфранш-де-руэрк это такой французский город расскажу как было дело у меня это заинтересовало 17 сентября сорок третьего года в 13 хорватской эсэсовской дивизии ханджар где служили басники мусульмане произошел бунт это кстати был единственный бунт в войсках эсэс документально зафиксированный он был вызван тем что немецкие спонсоры подвезли свиную тушенку вместо говяжьей мешали молиться пять раз в день тем что ремни и ботинки оказались сделанными из свиной они из коровьей кожи бусники убили пять немецких офицеров из-за это 15 из них были казнены 265 отправлены в лагеря а 560 отправлены в германию на тяжелую работу то есть это было не восстание против нацизма как теперь его пытаются позиционировать в хорватии вот это было на уровне религиозной вражды и неприязни таким образом страна 200 тысячная армия которой воевала на стороне гитлера через 50 лет пытается примазаться к французскому движению сопротивления стать либеральной белой и пушистый тоже можно говорить и о румынии марки с румынскими гитлеровскими легионами я тоже показывал поэтому особую ценность с точки зрения фиксации исторических фактов представляет именно марки вышедшие в ознаменование самого события они те акценты и полутона которые вам будут пропихивать через 50 70 лет показывая историю своей страны шиворот-навыворот сегодня я хочу представить вашему вниманию давайте уберу старый каталог вот это многие наверно видели это очередная страна союзник гитлера с ее серии марок увидевших свет 1 декабря 1941 года здесь 5 марок они у меня с полями хорошему состоянию вот условно считается что эта серия из четырех марок дизайнера тибора гепхарта генчи и отдельная марка вот это она как бы не из этой серии она следует за этой серии на ту же тему дизайнера ферри антала они все выпущены в один день все эти пять марок марки почтового благотворительные целью эмиссии был сбор средств на рождественские подарки венгерским солдатам которые уничтожили 20 советских дивизий в сражении за умань кстати великобритания объявила войну венгрии только 6 декабря 41 года вот марки изготовлены по технологии фотогравюры тираж первых четырех вот этих вот марок не велик по 300 тысяч экземпляров пятая темно-красная выпущена тиражом в миллион экземпляров бумага везде использована с ледяными знаками очень хорошего качества давайте посмотрим поближе 8 плюс 12 филлеров темно-зеленая на ней изобразили венгерских пехотинцев мы видим один из которых целится другой кидает гранату 12 плюс 18 филлеров коричнево-оливковая здесь изображен артиллерийский расчет в действии они стреляют как видите из орудия по руинам дома там он только труба осталось но продолжает продолжает герой подцепить так это 20 плюс 30 филлеров черно-синие изображен танк вот увидите раздавил дерево едет по стволу вот и над ним летит такой силуэт самолета за поле возьму поймать фокус вот так вот 40 плюс 60 филлеров темно-коричневая вот тут изображен воин-кавалерист и приветствующий его воин на велосипеде это вот то что касается тиражей по 300 тысяч экземпляров а этот тираж миллион экземпляров давайте тоже возьму за поле 20 плюс 40 филлеров отдельная марка номер шестьсот восемьдесят шесть по михелю темно-красная вот мы видим обвитый лавровой ветвью меч встроенный в латинский крест и лицо солдата в каске с дубовыми листьями скорее всего егерь жестокость венгров по отношению к советским гражданам отличали даже сами немцы так военный атташе германии в будапеште писал немецкий солдат в битве воин а не палач для таких задач по умиротворению лучше всего подходят венгры а вот свидетельство женщин из брянщины из далекого мая 1942 года я и почти все жители ушли в лес туда следовали и эти головорезы они в нашем месте расстреляли и замучили 350 человек в том числе и мои дети были замучены дочь Нина одиннадцати лет Тоня восьми лет маленький сын Витя один год и сын Коля пять лет я осталась чуть жива под трупами своих детей эти факты и еще много похожих о героических так сказать боях венгерских приспешников Рейха я обнаружил в пока еще свободном доступе в архиве фонда Р-7021 чрезвычайной госкомиссии по расследованию она действовала с 1942 по 1951 год я процитировал выдержку с листа номер 488 это для того я говорю чтобы вы понимали что это все не выдуманные истории естественно что в 1945 году венгерское государство было демилитаризовано и деноцифицировано однако в 2019 по данным википедии на официальном сайте правительства Венгрии в фейсбуке сообщили что венгерские войска героически сражались на Дону во время Великой Отечественной войны цитата вспомним мужество наших дедов героических венгерских солдат сражавшихся до конца у изгиба Дона уважение героям выводы делайте сами соответствует ли это либеральным ценностям Европы и не брехняли разговоры о таких ценностях решать это тоже вам а у меня сегодня все я желаю вам ярких коллекций и редких экземпляров будьте любознательны и до новых встреч 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 до новых встреч